Здравствуйте! В эфире программа «Время здоровья» в студии Ольга Алексеева. Мы продолжаем рассказывать о возможностях чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Сегодня вы узнаете. Что такое катаракта и как ее распознать на ранней стадии? Как проходит процедура диагностики? Сколько стоит операция и есть ли возможность провести ее бесплатно? Итак, знакомьтесь, гость нашей программы. Кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог Батьков Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Батьков Евгений Николаевич, кандидат медицинских наук. Хирург-офтальмолог первой квалификационной категории. Специализация хирургии катаракты, хирургии врожденной эктопии и приобретенного подвывиха хрусталика. Заместитель директора по организационно-клинической работе. Евгений Николаевич, что такое катаракта и как ее распознать на ранней стадии? Катаракта – это одно из самых распространенных глазных заболеваний. Ею страдает очень большое количество людей, как в нашей стране, так и по всему миру. Вообще катаракта подразумевает собой помутнение хрусталика. Есть такой орган внутри нашего, такого маленького, но очень богатого на всевозможные образования органа. Маленький орган, который называется хрусталик. Его помутнение называется катарактой. Это когда внешне можно уже увидеть, да? Пленочка появляется белая. Внешне катаракту тоже можно увидеть, то есть у своего родственника, у бабушки, дедушки. Это тоже можно увидеть невооруженным глазом, но на достаточно поздних стадиях. Катаракту на ранних стадиях выявить самому невозможно. Для этого нужна помощь офтальмолога. Но заподозрить появление катаракты, конечно, может каждый из нас. А как почувствовать, что происходит с твоими глазами? Основной симптом, который бывает при этом заболевании, заключается в снижении остроты зрения. То есть теряется способность различать мелкие детали. То есть появляется какой-то туман. То есть все, что имело раньше определенную четкость, становится размытым, туманным. И что как бы характерно, очки перестают помогать. То есть если многие нарушения зрения, которые известны обывателям, коррегируются очками, то в случае с катарактой очки, как правило, не помогают. Поэтому при любом снижении зрения, а также при уменьшении контрастной чувствительности, то есть когда человек не может различить спокойно серое на сером, на самом деле... Ну как вот проверяют? Как можно понять? Дома, в домашних условиях. В домашних условиях, да. Как раз говорю о симптомах, которые человек ощущает при появлении катаракты. Потери контрастной чувствительности, то есть все становится каким-то серым, размытым. Может нарушаться цветовое восприятие. Это, кстати, очень хорошо видно в работе некоторых известных художников, которые творили в разное время. И очень видно, когда они рисуют одни и те же пейзажи, и у них при этом развивается катаракта, цветовая гамма, которую они используют, становится более серой, более блеклой. Это вот как раз тоже является симптомом катаракты. Что касается ранних стадий, да. На поздних стадиях развития катаракты, конечно, зрение ухудшается очень сильно, вплоть до того, что человек не определяет никаких объектов, у него остается только светоощущение, то есть способность различать день от ночи, определять направление, где находится источник света, такого рода зрительные функции. Это вот что касается симптомов катаракты. Зачем опасны заболевания? Зрение в нашей жизни, конечно, об этом, наверное, не нужно много говорить и убеждать, является очень важным источником информации. Всем известна эта цифра, 90% информации об окружающем мире мы получаем через глаза. И для того, чтобы это происходило на высоком уровне, необходима прозрачность всех оптических сред глаза, в том числе и хрусталика. Поэтому катаракта, это прежде всего опасность заключается в том, что теряется зрение. Вот, помимо... Безразвратно? К счастью, нет. К счастью, нет. В большинстве случаев катаракту можно вылечить, для этого проводится хирургическая операция. Но, помимо этого, конечно, катаракта опасна многими другими моментами. В частности, при некоторых формах катаракты может развиться глаукома. Как иногда говорят в народе, катаракта переходит в глаукому. Конечно, это не совсем правильное выражение, но при так называемой набухающей катаракте, которая встречается довольно часто, может развиться глаукома вторичная, и это может иметь очень серьезные последствия. То есть уже зрение, возможность... Можно и не вернуть зрение, да, уже после глаукома? Да, конечно. То есть очень важно своевременно обратиться за помощью специалиста. Как проходит процедура диагностики заболевания? Вот если человек обратится к вам в клинику, заподозит у себя какие-то признаки катаракты, как будет проходить диагностика? При обследовании каждого больного, который обращается в нашу клинику, используется большой спектр диагностических приборов, методов исследования. Причем многие из них не имеют аналогов. В России, в мире? Значит, у наших ближайших коллег, которые работают в Приволжском федеральном округе. Значит, методы обследования, которые мы проводим, они делятся на основные, те, которые проводятся во всех случаях, и вспомогательные. Но ключевым моментом, конечно, является определение остроты зрения, о котором мы с вами говорили. То есть насколько у человека снизилось зрение, насколько выражены симптомы катаракты. Мы обязательно проверяем внутриглазное давление, потому что катаракта, как известно, это в основном заболевание пожилого возраста. С какого возраста уже можно опасаться и искать себе какие-то признаки? Да, возраст при разговоре о катаракте, конечно, имеет принципиальное значение. Дело в том, что основная доля пациентов с катаракты – это люди пожилого возраста. На самом деле катаракта является одним из признаков старения, биологического старения нашего организма. Вот посудите сами. Наличие прозрачного органа в нашем организме – это довольно уникальное явление. Мы смотрим на наши руки, смотрим на наши ноги. Ничего у нас не является прозрачным, кроме роговицы, хрусталика и стекловидного тела. То есть это все происходит не просто так. Для этого работают специальные механизмы в глазу. Нужно, чтобы структура органа была очень упорядоченной, чтобы те элементы, которые его составляют, в случае с хрусталиком – это специальные белки и кристаллины – чтобы они располагались в строго запланированном порядке между собой. Поэтому поддержание органов в прозрачном состоянии требует постоянной энергии, постоянных усилий, и это не является естественным состоянием вещества вообще в природе. И так получилось, это, видимо, сложилось эволюционно. Люди, которые проживают 50, 60, 70 и более лет, у них начинаются проблемы с хрусталиком. И поэтому в основном мы имеем дело с возрастной катарактой, то есть катарактой, связанной с преклонным возрастом. Хотя это не единственная причина, почему катаракта развивается. Я обратилась в центр с тем, что у меня появился туман, зрение очень сильно ухудшилось. Ирина Юрченко – заведующая складом бытовой электроники. Основное время в офисе проводит за компьютером, работает с документами и выписывает бумаги. Из-за ухудшения зрения выполнять свои обязанности стало проблематично. Я живу в городе Лентор, Тюменской области, Сургутский район. У нас в Сургуте, это 100 километров от нашего города, есть филиал Чебоксарской микрохирургии глаз, называется Ристом. Вот, я обратилась туда, мне посмотрели и дали направление сюда на операцию. Объяснили, что у меня катаракта, как бы обоих глаз, но один побольше левый, то есть уже нужно оперировать. И я приехала сюда, а еще ранее, в 2010 году, здесь оперировался мой муж. Такие пациенты, как Ирина, в Чебоксарском филиале МНТК микрохирургия глаза – не редкость. Катаракта излечима, и с ней нужно бороться. Операция по устранению заболевания проходит безболезненно. Главное, что нужно помнить – ни капли, ни мази вам не помогут. Все проходило в полном уме и здравии, так сказать, я все видела, но ощущения не было. Единственное, что я чувствовала сама по себе, что там чего-то водичка лилась на мой глазик. И все, и больше ничего, и только разговор доктора. Все обезболилось, то есть все было невольно, нисколько, все хорошо. Выявить катаракту несложно. Для этого подойдет стандартный осмотр глаз на микроскопе. Далее специалисты клиники назначат вам лечение, и вы сможете взглянуть на мир другими глазами. Я так подглядываю немножко. Ну вот, как говорят, знаете, когда свет выключить, а потом включить. Вот такое ощущение, когда я поднимаю повязочку на этом глазу, вот у меня как включается свет. То есть если я видела плохо уже достаточно этим глазом, то сейчас вот ощущение радости и то, что я все-таки вижу. Испытать ощущение радости сможет любой пациент клиники. Нужно лишь сделать шаг и улучшить качество своей жизни. К тому же с апреля 2013 года в клинике проводят самые современные операции катаракты с помощью фемтосекундного лазера, который позволяет автоматизировать ключевые этапы операции. Ничего не бояться, обращаться в этот центр и обязательно оперироваться по мере возможности, потому что зрение это, мне кажется, это вот самое такое, что страшно потерять. Какие же еще есть причины, кроме возраста? Целой группы причин. Мы имеем дело часто с врожденной катарактой. Ну, даже такого. Да, то есть какие-то наследственные нарушения, либо какие-то неблагоприятные моменты во время внутриутробного развития, то есть какие-то инфекции, интоксикации у матери могут приводить к помутнению хрусталика врожденному. Это травмы всевозможные. Это другие заболевания глаза, которые очень часто приводят к помутнению хрусталика. Ну и достаточно редкие моменты – это профессиональные заболевания, то есть есть целый спектр профессий, у которых, представители которых катаракт развиваются в более раннем возрасте гораздо чаще. Речь идет, например, о летчиках. Дело в том, что, как мы все хорошо, наверное, знаем, защита от интенсивного солнечного излучения у нас в атмосфере обеспечивается озоновым слоем. Вот, и поэтому чем дальше мы отделяемся от земли, чем больше мы находимся на высоте, то тем меньше защиты, тем более вредное влияние оказывает солнечное излучение на глаза человека. Ну и, значит, работники химических производств, есть определенные химические вещества, которые провоцируют развитие катаракты. Катаракта может развиваться при общих заболеваниях. На сегодняшний день как бы очень актуально осложненная катаракта при сахарном диабете. Это тоже очень страшное и распространенное заболевание. Одна из болезней цивилизации нашей. То есть при катаракте это может быть при высокой близорукости, при некоторых других эндокринных заболеваниях. Причин, на самом деле, очень много. А как же у детей маленьких выявить? Они же не могут сказать еще о признаках своих. Говорили, если врожденные бывают. Как с ними быть? Да. Конечно, первоочередную роль в этом вопросе должны играть диагностика. То есть осмотр новорожденных врачами-окулистами. В принципе, это входит в стандарты обследования новорожденных детей. Поэтому при обследовании окулистом эта катаракта выявляется. Но бывают случаи, когда катаракта выражена настолько, что сами родители при осмотре своего малыша обнаруживают, что с глазом что-то не так. То есть внешне уже можно заметить. Да. Такое тоже бывает достаточно часто. И тут, конечно, нужно сказать, что при врожденной катаракте требуется как можно ранее обращение за помощью специалиста, хирурга. Потому что зрение для большинства из нашей аудитории, наверное, это не является известным фактом. Зрение мы приобретаем по мере того, как мы общаемся с окружающим миром. То есть наши дети рождаются, по сути, слепыми, как котята. Просто с открытыми глазами. И если в процессе этого взаимодействия глаза, головного мозга с окружающей средой, есть какие-то препятствия, допустим, рожденный катаракта, помутнение хрусталика, то есть на сетчатку глаза не поступает детализированная информация об окружающем мире, то мозг просто не учится смотреть. Не развивается. Да. И развитие зрительной коры происходит неправильно. И поэтому очень важно вовремя выявить врожденную катаракту и своевременно провести лечение. Давайте успокоим телезрителей, которые смотрят. Это вообще вылечивается? Насколько процент успешный? Катаракта – это гордость офтальмохирургии, то есть это то заболевание, при котором мы имеем очень хорошие результаты лечения. Конечно, нужно сказать, что медикаментозно катаракта не лечится. То есть есть такое бытует мнение, что можно прокапать какие-то капли, выпить какие-то таблетки, и катаракта рассосется. Это является целью долгосрочной всех ученых, и над этим ведутся работы, чтобы обойтись психологического лечения. Но на сегодняшний день, как бы нам хотелось или не хотелось этого, единственный способ помочь человеку с катарактой – это провести операцию. И эффективность этих операций очень высокая. Нужно сказать, что при отсутствии какой-то сопутствующей патологии, если у человека только катаракта и ничего другого нет, то мы получаем 100% зрение, 80-90% случаев с очень высокими результатами. И, естественно, нам нравится помогать людям с этим диагнозом, потому что мы как будто питаемся вот этой энергией положительной, которую видим в глазах наших счастливых пациентов. Это на самом деле чудо, с которым мы сталкиваемся ежедневно, и, может быть, мы к этому как-то привыкаем. Но в жизни каждого пациента, конечно, это большое событие. Хорошо, тогда давайте поговорим о методиках, какие применяются в вашей клинике. Какие методики лечения непосредственно? Насколько это болезненно, безболезненно? Насколько требует дополнительного какого-то стационарного лечения? Или это какое-то дневновременное вмешательство? Да, как я уже сказал, катаракта лечится хирургически. То есть для этого нужна небольшая, но хирургическая манипуляция. На сегодняшний день мы удаляем хрусталик через минимальный разрез, около 2 мм. То есть его сложно заметить даже невооруженным глазом. Через маленький буквально прокол глаза мы удаляем мутный хрусталик, при этом разрушаем его внутри глаза, для того, чтобы целиком его не извлекать. Потому что его размеры достаточно большие, он достигает диаметрия около 10 мм. И что же будет вместо него? Что будет заменить его функцию? Да, хрусталик несет определенные функции в глазу, в том числе и оптическую. То есть он фокусирует свет, который попадает в глаз. Для того, чтобы заменить утерянную функцию хрусталика, мы имплантируем искусственные хрусталики. Или как мы их называем, интерокулярные линзы. Это такие устройства, сделанные из полимерных материалов, которые очень мягкие, гибкие. Они складываются буквально в трубочку и через тот же маленький разрез, который мы делаем предварительно, вводятся внутри глаза. А какие хрусталики применяете? Зарубежные, отечественные? Вообще существует очень большое количество искусственных хрусталиков. То есть очень много фирм, которые этим занимаются. В основном они зарубежные. Но в то же время есть и отечественные производители. Мы используем и те, и другие. Руководствуюсь, прежде всего, качеством. Не хочется выделить нашу клинику, которая как раз характеризуется тем, что мы сторонники больше использовать наработки отечественных ученых, наших производителей. И мы очень активно сотрудничаем с местными производителями интерокулярных линз российскими. И очень активно их используем. Там, где это возможно. Да, конечно, конечно. Допустимый. Не в ущерб качеству. И, естественно, мы проводим предварительную проверку. Очень многоуровневую. Прежде чем это находит отражение в нашей ежедневной деятельности. Платные и бесплатные операции. Кто может попасть на бесплатные? И вот сколько стоит, если это платные операции? К сожалению, конечно, абсолютно бесплатно. Это производиться не может. То есть все эти расходы, которые клиника несет, они должны тем или иным образом оплачиваться. Поэтому, когда мы говорим о бесплатной медицине, мы, прежде всего, имеем в виду источники финансирования государственные, которые помогают нашим гражданам получить бесплатную помощь. И, естественно, в этой работе мы пытаемся очень активно соблюдать принципы социальной справедливости. То есть первоочередно вот эти возможности по получению бесплатной помощи предоставляются людям определенного социального статуса. Речь идет о участниках, инвалидах, как по зрению, так и по общему заболеванию, пенсионерах, ну и многих других заслуженных категорий граждан. Хорошо. Какой процент успешно выполненных операций? Как я уже сказал, при отсутствии какой-то сопутствующей патологии, при наличии только катаракты, мы достигаем очень хороших результатов, то есть со стартой зрения 90-100%, 90% случаев. К сожалению, как вы, наверное, уже понимаете, катаракты – это заболевание пожилого возраста, и у людей часто бывают какие-то сопутствующие изменения, как в глазу, так и в общем здоровье. Поэтому мы очень много оперируем пациентов с сопутствующими заболеваниями, и в этих случаях результативность операции, конечно, ниже, потому что возможности глаза уже не те. И, кроме того, сама операция проводится гораздо более тяжело, то есть возрастает риск осложнений. Мы, конечно, об этом хорошо знаем, у нас есть четкие правила, по которым мы действуем. У нас есть мощный арсенал профилактических мер, как медикаментозных, так и хирургических, которые мы активно используем. Вот, поэтому, я думаю, и получается достигать хороших результатов. Есть возможность сейчас обратиться к жителям нашего города, республики, чтобы они в очередной раз задумались о состоянии своего здоровья, о глазах, которые в нашей жизни играют немаловажную роль. На сегодняшний день, когда прозвучал диагноз катаракта, и у пациента есть жалобы на зрение, необходимо сразу обращаться в глазную клинику, где эти операции проводятся, для того, чтобы определиться, прооперироваться сейчас, или это дело можно отложить на некоторое время. Вот это основной посыл, который хотелось бы сделать уважаемым телезрителям, потому что мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда пациенты обращаются очень поздно, на запущенных стадиях, и когда даже наши возможности не позволяют выйти достойной ситуации. Что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, что это была программа «Время здоровья». У нас в гостях был кандидат медицинских наук, хирург-офтальмолог Батьков Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, до свидания. До свидания. Спасибо большое, что пригласили. А вам я желаю крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин